приветствую вас давайте разберем ваш вопрос как избавиться от чувства стыда на публике вообще существует много довольно таки подходов к проблеме существует достаточно много подходов к данной ситуации к данной проблематике вот и я думаю что первое что на что стоит обратить внимание это то с чем связан этот самый стыд то есть именно именно вот с чем связан стыд очень важно понять почему вы боитесь очень важно понять чего вы опасаетесь здесь очень важно понять что вы в себе не принимаете что вы ну что вы что вы не можете себя принять и и соответственно уже именно исходя из этого ну что ты делал тоже исходя из этого действует то есть что вы себя обесцениваете что вы грубо говоря ставите под сомнение в себе и на каких основаниях вы это делаете следующий важный момент это выгода страха как ни парадоксально какую-то выгоду вы можете получать от этого от своего страха важно важно понять что это за выгода важно понять что это за выгода с чем она связана эта выгода но раз�llor потому что если вы получаете какую-то выгоду от того что ну Боитесь вот как раз того, что опасаетесь, того, что боитесь, что вы получаете какую-то выгоду, что вы не откажетесь от данного поведения. Это невозможно, просто потому что вам это всё-то даёт. Вот. И это, кстати, вполне нормально, что вы не хотите отказывать от того, что вам может давать страх, который вы испытываете. Следующий важный момент, на который можно обратить ваше внимание – это, собственно, то, с чего ваш страх начинается. То есть, ну, чего именно вы боитесь? Чего именно вы опасаетесь? Чего именно вы, может быть, стыдитесь? Конкретно. То есть, все вот эти вещи, все вещи вот эти, ну, можно и нужно поисследовать. Для чего? Чтобы как можно лучше понимать то, что вас беспокоит. как можно лучше понимать, что вас может привозить, что вас может выводить от состояния равновесия. Ну, а дальше, в общем и целом, я бы сказал, идут в какой-то степени практические навыки. То есть, это именно вот, это именно навыки, ну, навыки такого, знаете, практического взаимодействия. То есть, когда, например, вы смотрите, в какой момент появляется ваш страх, допустим, то есть, ну, вот именно, в какой момент появляется, в какой момент появляются ваши опасения, в какой момент появляются ваши страхи, ну, в какой момент, то есть, один человек, когда, что такое публика, во-первых, как вы понимаете публику, вот, что она представляет из себя для вас, эта публика, вот, насколько она важна, чем она важна и так далее. Все вот эти вещи, ну, как бы, принципиально важны, вот. Именно, что принципиально, именно, что эти вещи принципиально важны для, ну, для вашей ситуации, вот, все очень важно. И дальше идут, собственно, исследования, чисто вот такое, практическое исследование, того, что вы чувствуете, того, что вы переживаете, вот, и как-то, вот, адаптаться к этому. Тоже очень важный момент, потому что одно дело, если, и когда вы, например, выступаете перед публикой, допустим, то, чтобы донести ту мысль, которая вам, ну, 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 важна, важна в той или иной степени, да, и прочее. И совсем другое дело, когда вы выступаете перед публикой для того, чтобы, ну, грубо говоря, что-то доказать, чтобы, грубо говоря, заявить о себе, это все же совершенно разные вещи, и если вы делаете акцент на втором моменте, то, ну, не нужно удивляться в таком случае тому, что, ну, тому, что вы испытываете некоторые переживания, потому что возникает феномен сверхмотивации, когда на одно действие приходится очень много, ну, каких-то, каких-то, значит, потребностей человек, очень много приходит к вам. И, собственно, это очень сильно мешает, очень сильно мешает, потому что, человек не чувствует себя, что называется, естественно. Человек чувствует себя в большей степени неестественным, человек чувствует себя в большей степени зависимым, человек чувствует себя в большей степени уязвимым, я бы даже сказал уязвимым, уязвимым. Вот. Ну и, собственно говоря, проблема, она вот такая и проблема, собственно, никуда не девается, к сожалению. Вот. Поэтому так важно, чтобы вы разобрались, чтобы вы посмотрели, с чем связано вот как раз ваше такое состояние, чтобы вы как раз таки разобрались в этом. Ну и практические навыки тоже, конечно, принципиально важны, важны. Вот, принципиально нужны. Вот, это адаптация, как я уже сказал, это адаптация к меняющим, ну, к меняющим зафорам, это фиксация на том, что именно активирует ваш страх, вот, фиксация на том, что именно запускает, вот, такой элемент страха, вот, и дальше уже в апреле. Значит, ну, если мы говорим про упражнения, да, какое бы упражнение здесь, здесь я мог бы порекомендовать, ну, вы можете, да, вы можете, значит, представлять себе, что вы сейчас выступаете, вот, вы можете представлять, что вы, ну, занимаетесь выступлением как раз, и, вот, и, вот, представьте себе, что вы выступаете, ну, грубо говоря, перед, ну, пускай, перед одним человеком. Один человек. Что происходит, если вы выступаете перед одним человеком? Что происходит, если вы выступаете перед двумя людьми? Что происходит, если перед тремя, ну, и так далее? То есть, в этот момент очень важен, когда начинается страх, когда начинается вот этот самый страх, вот, ну, это вот, такой, такой аспект. Вот, это то, что я могу вам сказать. Пожалуй, что все на этом, вот, я думаю, что на этом можно закончить. Я вам хочу пожелать всего доброго, удачи и надеюсь, что ваши, значит, ситуация, именно ваша ситуация изменится в лучшую сторону, чтобы решить свои проблемы, ну, а мы, психологи, вам поможем, если, эм, у вас появится такая необходимость. Вот, спасибо вам доброго и удачи!